Ну, и я хотел еще привести дополнительные оппозиции, которые, возможно, используют этот наш аптекто. То есть в данном случае я предполагаю гипотетически, что мудрицы Талмуда были знакомы с Новым Заветом или, по крайней мере, с идеями новозаветными и идеями отцов церкви христианскими. Но здесь, безусловно, есть некая противоположность оппозиции «боящийся» versus «любящий». Например, в послании Иоанна говорится следующее. «И мы познали любовь, которую имеет к нам Бог, и уверовали в нее. Бог есть любовь, и пребывающий в любви пребывает в Боге, и Бог в нем. Любовь до того совершенства достигает в нас, что мы имеем дерзновение в день суда, потому что мы поступаем в мире всем, как Он. В любви нет страха, но совершенная любовь изгоняет страх, потому что в страхе есть мучение, боящийся несовершения в любви». А наш фрагмент что говорит? Наш фрагмент говорит «тайна Господа, боящийся Его», то есть противопоставляет той идее любви, которая существует в христианском текстах, идею трепета перед Богом или идею страха. Это не значит, что в талмудической литературе нет и того, и другого. Безусловно, есть и то, и другое служение из любви, служение из страха. Я говорю лишь об этой композиции. Еще раз подчеркну, что когда мы имеем дело с талмудической литературой, то нам в каком смысле статологически запрещено говорить о том, что иудеи считают так, или мудрецы талмуды считают так. Я прочитал какой-то фрагмент, я не могу из него сделать вывод относительно мировоззрения мудрецов талмуда в целом. Я могу сделать вывод только относительно того текста, который я прочитал, потому что рядом мы найдем текст, который, может быть, иначе все это скажет и перевернет все с ног на голову, и будет говорить нечто полностью противоположное. Этим и отличается, собственно говоря, дискурс, скажем так, мудрецов талмуда от того, что мы встречаем в литературе греческой. То есть текст не должен содержать разные точки зрения, по крайней мере, среди этих разных точек зрения возникает борьба, и затем одна из них начинает возобладать над другой. А в талмуде в том-то и дело, что они могут вполне спокойно сосуществовать. Ну и мы про это сосуществование еще тоже отдельно поговорим. Ну и еще одна оппозиция, которая тоже видна вот в этой тихте, это то, что, например, эти тексты из Нового Завета, они в каком-то смысле случайные, можно было бы подобрать и другие, но идеи того, что любовь превалирует над страхом, безусловно, есть, или вера превалирует над законом, это тоже есть. И вот в послании к Галатам написано так. «Подающий вам духа и совершающий между вами чудеса через дела закона себе производит или через наставление в вере?» Так Авраам, видите, используется образ Авраама, поверил Богу, и это вменилось ему в праведность. Это отсылка к одному из стихов из книги «Перешил». «Познайте же, что верующие – суть сыны Авраама». Ну, хорошо, здесь верующие, да, то есть, а в нашем фрагменте, а в нашем фрагменте Авраам вовсе не верующий. А кто? А спорящий. Он же, по сути дела, здесь ведет спор с Богом. И тогда получается, что Медраж, заодно вот эта маленькая птихта, она заодно подчеркивает и этот момент. Для христианина, для христианской культуры самое главное – это вера, без веры ничего не осуществляется. А здесь, в том примере, который приведен, во-первых, говорится о том, что, в принципе, человеческая интерпретация, субъективная интерпретация, на Таргему запрещено заглядывать, переводящему запрещено заглядывать в Тору. Почему? Потому что, на самом деле, он должен, собственно говоря, сказать своими словами. Вот это сказанное своими словами и есть замысел Бога. Но замысел Бога не только в этом, а еще и в том, чтобы между Богом и человеком установился диалог. Диалог почти равных. Авраам спорит с Богом. И это и есть, собственно говоря, аналог того, где здесь сказано, да, мы говорили о том, что здесь некая сложность. Мишна, таинство, и тайну он раскрывает только праведникам, ибо сказана тайна Господа боящимся его. А дальше? И подобно этому ты находишь. Так Авраам кто? Он боящийся? Да. Он боящийся. Он праведник? Да. А что делает боящийся? Боящийся безбоязненно спорит с Богом. Вот боязненность его не в том, чтобы не спорить с Богом, да, не в том, чтобы подчиниться. Богобоязненность заключается в другом. Она заключается как раз в том, чтобы обнаружить возможность вот этого самого диалога. То есть этот диалог, он ведется богобоязненным, скажем так, образом, но он ведется в том числе в виде некого спора. И тогда получается, что вот этот спор может вполне оказаться мешной, то есть переводом. То есть на самом деле вот этой интеракции между письменным текстом и жизнью, грубо говоря, да, и с тем, что как этот письменный текст воплощается в жизни, как он в этом живет. Ну и еще один момент, который был для нас сложен, именно вот этот самый стих. Если бы я написал ему множественные сторы мои, то она была бы ему как чужая. Как нужно понимать эту множественную стору? Множественная стора – это на самом деле здесь двойственность. Ведь выше говорилось, есть то, что записано, и есть то, что согласно устно. По сути дела, Тора моя, Тора Господня, она двойная. У нее есть письменный медиум, она передается в записи, она передается из устно. И вот Бог говорит, если бы я написал ему множественность, то есть двойственность Торы моей, то есть и устную Тору тоже записала, она была бы ему как чужая. Почему как чужая? Да потому что его, так сказать, участия в этом бы не было. А это участие и есть главное для вот этого отрывочка. Это участие человека – это и есть то, что делает Тору ему не чужой. А что делает Тору не чужой? Его перевод, его интерпретация, его медраширование. Это делает Тору живой для него и не чужой. А если бы все было записано, то человек был бы отчужден от этого самого писания. У него не было бы возможности с ним взаимодействовать, в том числе, возможно, и с Поря, так же, как Авраам. Вы видите, что текст, который мы прочитали с вами, это текст очень небольшой, правда? То есть он всего 4 кубика, то есть он умещается на одной страничке. Он перенасыщен идеям, как мы видим. Мы прочитали его сейчас, он жужжит просто этими оппозициями, идеями. Они все полусокрыты, они все непроявлены. То есть необходимо определенные усилия для того, чтобы понять, о чем он здесь говорит этот текст. Я уж не говорю о том, что здесь любопытным образом, смотрите, все говорящие раби иуда, раби иуда, раби иуда, они все раби иуды. Здесь есть еще один, у нас был вопрос, да, всегда ли тот, кто строит композиции, передает эти кубики в точности, как он их получил? Или же у него есть возможность каким-то образом чуть-чуть изменить текст? Здесь ощущение, что как раз этой возможностью автор композиции воспользовался этими именами, раби иуда, раби иуда, раби иуда. Он как бы намекает, вот она, позиция иудаизма. Иуда – это иудаизм. И вот эти три высказывания, трех, раби иуд, собственно говоря, являются оппозицией тому, что говорится, христианских источников. Как новозаветных, так и святоотеческих, например, ориген, да, то есть, возможно, мудрецы Таламуда не то, чтобы зачитывались в Новом Завете, да, но знали эти идеи каким-то общим образом из произведений или общений с отцами церкви. Спасибо. Спасибо. Спасибо.